Всем привет, дорогие друзья! С вами Лёха Зверёк, и вы забыли, что влог Декабрь – это новогоднее настроение. Скоро всё будет, а мы пока на солнечном острове. Ну что, начинаем влог! Горячие гаджеты и новинки Apple в самом дружелюбном магазине makov.net. Подписчикам скидки. Доброе утро, дорогие друзья! С вами Лёха Зверёк, и это влог Декабрь. Так иногда путаются эти камеры, что берёшь иногда не ту. Влога аппарат готов. Погнали! Кстати, да, единственная проблема, которая у этой камеры существует, просто у всех повально, это пачкается объектив. Смотрите, видите, внутри пыль. Такую тему, по идее, можно исправить в сервисе. Я думаю, что в Москве за это возьмутся, сделают. Потому что самому это сделать нереально, либо в таком состоянии его разобрать, как-то там воздухом всё это дело прогнать. Но пыль оттуда не убирается. Слава богу, она пока не очень влияет на качество видео. Во всём остальном машина просто рабочая, и ношу без чехла. И, как видите, пока ещё не убился. Смотрите, сколько уже? Год прошёл. Как раз можете посмотреть, есть в описании ссылка на видео, что было год назад. Мы где-то примерно числа 13 декабря вот эту вот камеру покупали. Как раз тогда и изменилось качество влогов. Именно вот эта вот картинка. Слушаю здесь новый альбом Coldplay. Как, ребят, любите такую музыку? Он наконец-то скачался весь, а то у меня было 4 песни. Вот мои сейчас самые любимые. Это Everglow и Adventure of a Lifetime. Ночью интернет работал не очень хорошо. И поэтому, видите, до загрузки 70 минут. Было там вообще, по-моему, тысяча с чем-то. Как-то сегодня интернет не дует. Do it, give it way, give it way. Йоу-йоу-йоу. Кстати, just do it. 150. Александр Кондрашов. О-о-о, к чему это я? Да, Александр Кондрашов знаете. А если не знаете, сейчас я вам покажу его канал. Я на него подписан уже давно. Еще с того самого момента, как полтора года назад, где-то это было, да, познакомились с ним на Video People. Или это как VideoFestball. Не помню, который YouTube организовал. Вот, сейчас у него уже 200 тысяч подписчиков. Он снимает про Москву, про путешествия. Но вообще, главный козырь канала, это, конечно, путешествия. И плюс у него дома есть экзотические животные. Это пираньки. Кстати, недавно их покупал. По-моему, из Калуги мы привозили. Сейчас у него выходит на канале «Русские в Европе». Кстати, вот «Русские в Америке» потрясающая просто серия была. Смотрел, просто не выключая. Сейчас нет интернета, поэтому не могу посмотреть. Вот «Русские в Европе», восьмая часть выходит, катались они на машине. В первой серии даже с таксистами в Италии подрались. Ссылка будет в описании. Это дружеский обмен подписчиками. Так что переходите и смотрите его. Нравится, оформляйте подписку. Если не нравится, ничего не делайте. А мы продолжаем влог в декабрь. А ну-ка, сейчас оценим. YouTube Provine. Так, чемодан с ништяками. Tongue Garden, Tongue Garden. Все везем в Москву. Контрабанда арахиса. Как из Испании, мы тогда везли, по-моему, штук 12 или 13 упаковок хамона. А, так вот, Санек-то отпраздновал 200 тысяч подписчиков. Это уже достижение вдвойне. Это 100 тысяч достижения, а это двойное достижение. Вот эти вот серии еще не смотрел. О, наконец-то увидел Джесси и Джину. И вот они. Лучше бы взяли Боню и Кузьмич. Точнее, Боню и Кузьмича. У нас тоже прикольно вышло. Вчерашняя покупка в Старбуксе. Вот эта вот подставочка. Все. Домой, домой, домой завезу. Очень круто выглядит. Вот это просто удача. Это подарок судьбы. Здесь не одна подставка, а две. Я-то думал, одна. Ух ты. Ну, а теперь по две чашки. Я еще подумал, ничего себе, как-то... Две чашки купили. Нет. Так у нас две чашки. Вот эти вот Старбукс. Правда, что-то под большую они чашку. Это новые монеты, там, биткоин. Дайте мне, пожалуйста, супа. Вот вам одна монетка Старбукса. Отлично. С собой. А мы продолжаем не сидеть на месте. Вещи собрали. Сейчас мы едем... Мы вот находимся здесь. А едем в другой конец острова. Ну, практически. Вот сюда. Вот. Вот сюда. И здесь пляж рядом находится. Как он называется? Ники-Бич-Пукет. А, пляж Лаян. А вот это вот как раз остров. И так далековато, смотрите. Мы вот здесь. А дом вот здесь. Жаль, влог не дозагрузился. Здесь осталось 45 минут, но нам уже пора выезжать. Надеюсь, на новом месте он все-таки загрузится. И вы его... Когда вчера увидели. Так. Мотоцикл еще один покажу. Непонятная модель. Так. Да, еще непонятно. Ну и что, Новый год-то настаёт. Шапочки уже висят. И тут подарочки висят. И жиденькая елочка наряжена. Ха-ха-ха-ха. Правда, елка. Приехали тут на потомк найти Андрея. Где-то он здесь должен работать. Отправил у меня отметку. Вроде вот в этом здании. Руссо-туриста где-то должен здесь находиться. Сейчас пойдем найдем. Интересно, работает или не работает. В то время еще 11 нет. Что-то здесь офиса не наблюдается. Помойчика какая-то. А вечером вот здесь вот рынок. Очень хороший. Так, ну что. Что-то я тут ничего не наблюдаю. Maybe здесь. Короче, Андрюх. Будешь смотреть этот флот. Не знаю. Пришли по твоей отметке. Ни хрена тут нету никакого офиса. Видимо, у тебя навигатор сломался. Очень странно. Либо еще вывеску не поставили. Мне казалось, просто где-то здесь вот прям должно быть. Нет? Ладно, едем дальше. Полезайте в мопед. Дайте пройти. Сейчас есть еще один шанс. Нашли еще один офис. Но, правда, не там, где отметка на карте. Посмотрим. О да, потомк. Здравствуйте. Привет, привет. Конечно, костюмы так продают вообще просто. Они такие противные. Ну-ка, еще посмотрим, что за офис. Походу, сегодня не получилось. Сейчас опять с нами человек поздоровается. А ну-ка, давай на камеру. Так вот. Русские. Блин, пипец. Они так раздражают. Время 10. Работаю только с 11. Ну ладно, не вариант сегодня. Но, Андрюха, могу сказать одно. Что отметки на карте ставить ты не умеешь. Это вообще в другом месте. Сделали остановку на 7-11. Вот это все-таки чумовая тема самообслуживания. Можно, смотри, кофеечек налить. Всякие шейки или смузи. Ну, выглядит стрёмно. Лед положить. Стаканчики. Еду разогреть. Сразу поесть. Смотри, как интересна тема. Молочные конфетки. Перед тем, как ехать в следующее место назначения, нам нужно зайти за едой. Чтобы было что есть днем и вечером. О, уже продается готовая курочка. Что-то дороговато стоит. Белые, коричневые и розовые яйца. Насколько помню, они внутри вроде черные. Их там специально как-то замачивают. Что-то типа того. Но выглядит, конечно, не айс. Розовые яички. Вот они, любители бич-пакетов. Вот эта вся стена с лапшой быстрого приготовления. Разная. А у нас только рота на дочерак. Вот что называется, когда навигатор ведет не туда. Заехали. Хрен знает куда. Не туда, куда нам нужно. Ну вот, мы уже приехали. Тут, видите, уголок Мак. Вот купили попробовать ананасовые пирожки. В Тае вообще самые офигенские. Потому что они из ананаса. Кстати, в Маке здесь подают людям, типа, блюда с рисом. Прикиньте. Вот, здесь сегодня будем жить. Красиво. Сегодня какая гостиная. Я бы все хотел такую. И телек большой. Еще бы сюда PlayStation 4 поставить. И коврик, и вообще столик. Просто бешеный. А если на улицу посмотреть. Здесь он. Бассейнчик. Едва лежачка. Тут можно гостей разместить. Вот здесь будут спать у нас. И мыться. А здесь это царская ложа. Такая. С лебедями. Дюнь. Смотри, какие большие. Точнее, высокие стены. Можно даже это. Спрятаться можно. Вот так вот открывать-закрывать. Хопа. Темно. Хопа. Светло. Брэм отсюда. Оба. И в бассейн выйти. Тихо. Тихо. Их-их-их. Зато с видами. А сейчас мы еще найдем здесь. Должна вот эта хрена включаться. Где-то. Только где. Ну-ка. Дверь. Вот. Все. Закрыто. У-у-у. Тепленькое. Солнышко-то нагрело. Сейчас попробую этот фонтан. Найти где включается. Самый настоящий кухня еще есть. Всякие эти ништяки накупили. У-у. Кешью. Попробуем. Ну, а, кстати. Блин, все так блестит. Смотри. В отражении холодильника можно фотографироваться. О. Мини-бар. Джек Дэниелс. С колой. Уже разведенный. Круто. Кстати, в стекле никогда еще не видел. А так. Довольно-таки даже красиво смотрится. С таким интерьером-то. Феррера Рошей. Смирнов. Здесь можно неплохо погулять. Так. А здесь что у нас? У-у. Даже морозилка есть. Блин, может правда сфоткаться в отражении холодильника. Так, можно не только там сфоткаться. Можно еще и здесь фоткаться. В отражении фартука. Ну, здесь можно погреть чего-нибудь, чему мы и занимаемся. Ножики. Блин, какие-то модные кофеочек себе сварить. Где-то еще отражение есть. О. Это дом с отражениями. Так. Очень классно. Хопа. Светло. Хопа. Темно. Телек. Очень зачетный. Что за марк? Panasonic. Ну-ка. Попробуем. Что-то не работает. Давай чайнул нажмем. Непонятно. Вот тоже еще подарочки. Можно отдыхать. Ого. Включилось. Ну-ка. Хоп. Все. Короче, отдыхать. Красота. Каналы какие-то странные. А, хотя вот этот с музона, помню, был. Ой-ой-ой-ой. Все сломалось. Верните музон. Поп-ТВ. Слоник какой интересный. У-у-у-у. Здесь тоже пупсы такие. Смотрите. Ужас какой. И это. Буфера-то не давят. Блин, как она там. А-а-а. Она не держится. Какие-то песенки у них странные все-таки. Так, что у нас тут? Что-то ничего не включилось. А, здесь свет включается. Так. Фон. Ап-даун. Это понятно. Это кондиционер у нас. Что где еще включается? О, самый главный подарок для меня. Это управление подсветкой. Только где он? Может в бассейне? Теперь это все. У меня задача ходить, искать, где тут подсветка включается. Он. Ну, понятно, что не здесь, наверное. Блин, может здесь? В туалете? Интересно. Что-то непонятно. Здесь ничего не включается. Блин, я бы хотел, чтобы этот бассейн подсвечивался. Хотя, может, какая стемнеет. Хотя, может, походу, вот это будет подсвечиваться. Нет, не то. Блин, так всегда вот столько всего. И приходится разгадывать, где что находится. У нас вообще в отеле Что-то верхний свет включается, нижний. Ну-ка, может быть, ты меняешь цвет. Оф. Ом. Нет. Это не ты меняешь цвет. Ну, оно, вроде все. Может, еще вольком, ничего, ничего. Писану. Ой, сейчас нужно это. Влог поставить, загружай. Сейчас посмотрим, как выглядит интернет. Теперь, конечно, самое интересное это. Поставить на загрузку видос, который не успел выгрузиться. Надеюсь, что он продолжит выгружаться. И Wi-Fi здесь хотя бы немножко потянет. Что происходит? Сейчас найдем. Нифига тут Wi-Fi. А правда, это старый, наверное. Самое, конечно, интересное это сейчас проверить спид-тест. До этого все интернеты в Таиланде у нас показывали, наверное, на загрузку 0.3. Максимум был 0.4. Пинг был 50. И на выгрузку в отеле вообще пишет 0. Не знаю, тест вообще он проваливает. А там, где мы были, у-у-у, ничего себе. Вот тут можно уже стримить что-нибудь. Смотрите, какая скорость. Охренеть. Она в 100 раз выше, чем в любых других отелях. Ну-ка. 7 мегабит в секунду. Сейчас влог вообще просто будет улетать. Тут осталось-то у него 50 минут. Сейчас мы что-нибудь добавим. Тут один. Он, по идее, должен продолжить выгружать вот эту страницу. Надеюсь, YouTube все правильно сделал. Видите, от одного отключился. Ноут перевезли. В другом месте. Да-да-да, он 48 минут, 47. Значит, все идет по плану. Вот это я понимаю. Вот с такой скоростью жить можно. Е-е-е, я нашел, где все это включается. Тю-тю-тю-тю-тю-ритю. О, вот они. Два господина. О, смотрите. Красный так. Что, зеленый? Блин, а где переключатель-то? Короче, вот так. Тробоскопы. Блин. Строб, флеш. Короче, вот туалет подсвечивать. Идея для дома. Так я не понял, куда нужно нажимать, чтобы они флешем работали. Куда-то... Куда? Илюх, давай работай. Не работает ничего. Ну-ка, off. О, выключились. Ладно, провисим на место. Ну все. Я всех поздравляю, что влог загрузился. Теперь все будет у нас по плану. Первая ссылка, помните, что было год назад. Ну, то есть, посмотрите вчерашнее видео, точнее сегодняшнее. И плюс еще на год назад можете вернуться. По ссылке кликните. Так, ну. Все, ништяк. Интернет. Вообще огонь. Лайфхак. Как разогреть Биг Мак при отсутствии микроволновки? Сейчас мы его сварим. Да, даже так. Лайфхак сработал. Биг Мак разогрелся. Все, попробуем. Тебя не видно. Мэйбель. Так? Ну, так. Думал, я заказал обед Биг Маком. Говорю, Биг Мак. Вроде как сказал, сет, сет. В итоге, нифига, картофель мне не положили. Но дали колу. Я очень расстраивался. Поймай, пупай. Вообще советую. Чего-то много слов вообще в этом влоге. Вообще будем это искренне. Итак, тест Биг Мака. Напомню, что когда мы ездили по Европе, больше всего мне понравился в России, в Белоруссии, в Польше. Здесь сразу могу сказать, что булк какая-то странная. У нас таких булок не бывает. Она как-то сухая, что ли. А так, по наполнению, говядина есть. Соус Биг Мак есть. Булочек с кунжутом. Все, затестим. Хольжеток на краю не ем. Я вот так вот разделяю на две части. Так удобнее. Две части ем. Сначала одну, потом вторую. Сейчас. Это обжор в прямом эфире. До нашего Биг Мака долегивает точно. 100%. Ладно. Ребята. Вдогонку на разогрев отправляется ананасовый пирожок. Жалко, что здесь нету микроволновки. Потому что это очень неудобно. Даже на плите все отражается. Какой-то дом отражений. Вот вам. Повеселитесь. Как мопсик пытается заснуть. Можно вечно наблюдать. Вот мы так же приехали. Когда 42 часа не спарим. Такие, давайте нам уже поспать. Пожалуйста. Осталось ждать, кстати, не так долго. Звездные войны. Если вы находитесь в Лос-Анджелесе, то вам повезло. 14 декабря премьера Звездных войн новых. А во всем мире. Вот в Юке еще хорошо. А у нас 17 декабря. Думали, что в Таиланде, может быть, пораньше будет. Нет. Тут, видите, даже отчет идет на тайском сайте, что через 8 дней будет премьера Звездных войн. Интересно, вытащат или не вытащат. Хочу вам пожелать не расстраиваться. Скоро новогоднее настроение к нам вернется. Вот такую хрень на тайскую маленькую голову купили в магазине. 9 бат целых стоила шапочка Деда Мороза. Она, правда, мне не очень идет, потому что она слишком маленькая. Вот. Все. Давайте. Пишите комментарии, ставьте оценки. И ждите завтрашний выпуск, а мы пошли загорать, купаться и отдыхать. Все-таки мы сюда приехали отдыхать. Влог снимал, теперь нужно и самому отдохнуть. Ну все, пока-пока. Пока-пока.